Изменить позицию в Консберге вы можете с помощью нескольких программных сред. Нажав кнопку Change Position на консоли оператора, вы вызовете соответствующее интерактивное меню, отвечающее за изменение позиции. Это основное меню для изменения позиции в системе Консберг. Данное меню можно вызвать различными способами, помимо кнопки Change Position. Вы можете зайти в системное меню Автопоз, выбрав его, находите вкладку Position, получаете такое же меню как предыдущее. Вызвать меню изменения позиции также можно, нажав в зоне Status Bar на Position Mode. Если у вас не устраивает развернутое меню для изменения позиции, вы можете в системном меню Автопоз вызвать меню изменения позиции по частям. Как Position Increment, как Position Range and Bearing. Нажмем кнопку Change Position. Инкремент. Что такое инкремент? Инкремент это изменение позиции по приращению. То есть, когда к имеющемуся значению добавляется какой-то шаг. Шаг, который вы добавляете к имеющейся позиции, вводится в вот этом центральном окне. Изменение окошка можно производить с помощью стрелочек или с помощью буквенно-цифровой клавиатуры, сделав импут или ввод данных прямо в белое окошечко, где сейчас мигает курсор. Изменять позицию в режиме Инкремент можно как в режиме Relative, так и в режиме True по сторонам света. Режим Relative позволяет устанавливать следующий сетпоинт относительно к корпусу судна. Давайте попробуем ввести значение 100 метров в систему и зададим направление изменения позиции. Например, введя шаг 100 метров и дав направление Eastern на плотере позиции в соответствующем масштабе, мы увидим с вами следующий сетпоинт. Помните, прежде чем сетпоинт будет взят на исполнение, необходимо нажать кнопку Apply или применить. Сейчас судно пойдет из данной точки, которая называется Present Position, в новую точку Present Set Point. Такое изменение можно сделать в любую сторону по отношению корпуса судна или по отношению к сторонам света. Давайте сдвинем судно на север на 100 метров. Обратите внимание, что всегда вновь введенное значение для изменения позиции относится к имеющемуся сетпоинту. Это очень важно различать, так как иногда на ходу мы хотим ввести какую-либо команду и забываем о том, что она применяется к уже заданному сетпоинту и оказываемся в ненужном месте. Изменение позиции по Range and Bearing тоже является интересным инструментом. Например, вы можете задать, какое количество метров, в каком направлении судно должно пройти, и в графе Range and Bearing вводите нужные параметры. Далее говорите системе, от какой точки начинать исполнение команды. От Present Set Point или от Present Position. Вкладка Bearing True или Relative позволяет переводить вам заданный Bearing в величину Relative, если вы того пожелаете. У меня нет буквенно-цифровой клавиатуры в данный момент. Я воспользуюсь следующим приемом для ввода цифровых значений. Зайду в режим View, открою вкладочку Num Entry Dialog, поставлю галочку Enable Numeric Entry Keypad, нажму кнопочку OK, и теперь, когда я навожу курсор на зону для ввода цифровых значений, и курсор меняет отображение на мигающую вертикальную черту, нажимаем на левую кнопку трекбола. Теперь есть возможность вводить цифровые значения без использования цифровой клавиатуры на консоли оператора. Давайте попробуем пойти на дистанцию 100 метров, направление 120 градусов. Как вы видите, мой следующий Set Point, направление 120 градусов, дистанция 100 метров. Если я нажму вкладочку Relative, то я могу увидеть, что Relative Bearing будет 176,1. Изменения можно отнести к текущей позиции. Нажимаем применить, и судно начинает движение в сторону заданного Set Point. Сейчас, если я снова введу в систему изменения 100 метров, Bearing True North, и поменяю Start Position to Present Position, посмотрите, как изменится значение моего Set Point. Set Point пойдет у меня от текущей позиции на заданное направление. Нажимаем применить. Следующий способ изменения позиции, это режим Absolute. Вызываем меню для изменения позиции, уже известный для нас способом. И если мы знаем с вами нужную координату, в нужном датуме для прихода в нее судно, то в окошечке Use мы видим Previous Set Point или предыдущую позицию, а в окошечке New Set Point мы можем ввести новую, любую необходимую для нас координату. Я не буду вводить координату, потому что для штурмана ввести координату в меню это не проблема. Скорость, которой будет выполняться передвижение судна, регулируется на вкладке Speed. Как видите, сейчас у меня 0.6 узла для отработки предыдущей команды. И последний способ изменения позиции в системе Consbeck, это графический. Наведя курсор на Set Point и дождавшись его превращения в Pointing Hand, левой кнопкой курсора вы захватываете ваш Set Point и переносите в любую удобную точку на плотере. Consbeck отличается нестандартным решением вопроса позиционирования графическим способом. Выбираем нужную позицию, снова делаем левый клик и подвержаем с помощью кнопки OK выбранную позицию. Изменение хейдинга в системе KeyPos также осуществляется различными способами. Первое это вызов специального меню с помощью кнопки Change Heading на консоли. Вызов данное меню, вам достаточно настроить новый хейдинг и подтвердить кнопкой Apply сделанный выбор. Это же меню можно вызвать с помощью Status Bar, нажав Pointing Hand в зоне Heading Mode. Rate of Turn находится на вкладке Rate of Turn и отвечает он за угловую скорость на момент выполнения разворота. Rate of Turn в кейп позе максимальный это 60 градусов для автопозиционирования. На подходе к офшорному сооружению он должен быть у вас минимальным, то есть 5-7 градусов в минуту. Также меню изменения хейдинга можно вызвать через системное меню Автопоз, используя вкладку Heading и опять же Rate of Turn. Быстро можно вызвать меню Rate of Turn через системное меню, используя вкладку Rate of Turn. Консберг имеет вариант графического решения задачи изменения хейдинга. Треугольничек черного цвета отвечает за текущий хейдинг, треугольничек фиолетового цвета отвечает за заданный хейдинг. Нажав на фиолетовом треугольничке инструментов Pointing Hand с помощью левой кнопки Trackball, можно выбрать необходимый новый хейдинг и, сделав снова левый клик, подтвердить ваш выбор с помощью кнопки OK в появившемся интерактивном меню. Последний прием для изменения хейдинга – это использование Heading Wheel на консоли оператора. Нажав среднюю кнопку, вы активируете Heading Wheel. Далее с помощью Heading Wheel настраиваете новый хейдинг в меню Heading Setpoint, которое появилось после нажатия средней кнопки. И снова нажимаете среднюю кнопку, если вас устраивает новый заданный хейдинг, для подтверждения введенного параметра. Вызовем снова с помощью средней кнопки меню Heading Setpoint и, используя кнопки Increase-Decrease, возле Heading Wheel, построив значение Heading в десятых градусах. Как только вы удовлетворены выбором, нажимаете снова кнопку в центре возле Heading Wheel для подтверждения сделанного выбора. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!